Всем привет! Вы на канале SpiderTV и сегодня у нас кормление. Кормление тигинарии, может быть, некоторых стеодот и хирокантиума. Кстати, я вчера вот поймал вот этого, как он называется, сейчас скажу, ребят, сенокосец. Вот, сенокосец, смотрите. Сейчас откроем. Вот он. И еще у нас сенокосец теперь будет вот такой вот житель. Так, сейчас я хочу попробовать покормить хирокантиума. Ну, я его что-то не вижу. Давайте я вам просто его покажу. Ну, он, в принципе, сытый, я вам хочу его просто показать, если я его сейчас найду. Вот он. Ребят, паучок небезобидный. И куда он делся? Он убежал. Эта ядовитая штука убежала. Сейчас, ребята, я его поймаю и вам покажу. Так, ребят, вроде поймал. Вот, блин-то, а. Хирокантиумы, они, во-первых, умеют лазить по стеклу, вот по такой вот поверхности. А во-вторых, они очень быстро это делают. Вот, и сейчас вот, он прям вот сейчас прыгнул с руки у меня сюда. Вот он. Паучок это, еще раз повторяю, небезобидный. Советую вам так не повторять, потому что можно неправильно его зажать, и он может укусить. А если он укусит, то рана очень неприятная будет. Ну, ладно, давайте приступим к кормлению. Первый у нас вот это утигинария идет. Так. Так, ну и что дальше? Ну, что, ты его есть-то будешь, нет? Или повернулся с нему с молниеносной реакцией, с угрожающей позой, и это все, да? Ну, так. Дальше, дальше будут действия, нет? Сейчас сегодня-то долгая какая-то у нас. Раньше быстрее было все. Ладно. Дальше идем. Ну, вообще. Это он сидит там. Вон его брюшко. Если он тоже что-то не хочет. Ну, вполне возможно так, что они все сытые. Потому что я их кормлю раз в два дня. Ты есть не хочешь. Ну, ты же... Ты же не такой седый. И он есть не хочет. Еще, ребята, я хочу с вами сегодня посмотреть кокон вот этого вот паука. Я вижу, там уже что-то есть черненькое. Сейчас в этом видео мы, наверное, еще и вскроем вот этот вот кокон. Я его сейчас осторожненько достану. Не он, потому что тут целую эту сверстку достал. Сейчас я отберу один. Вот, видно там черное, наверное, что-то. Это, скорее всего, уже вылупшиеся малыши. Сейчас мы остальные коконы положим обратно, а этот наш возьмем. Ребята, смотрите, хорошие новости. Здесь есть живые паучки. Вообще, я вижу, здесь все живые. Да, то есть это уже паучки. Это не нимфы, а паучки. То есть они уже способны. Хотя вот есть и нимфы. Вот, например, точка белая такая. Остальные все уже, походу, паучки. Вот есть тут шкурки. Вот есть даже, нет, уже, вот, мертвые есть паучки. Видимо, уже тут дрались. Потому что я заметила, что в нем уже черненький еще пять дней назад. И вот открыл. Ну, сейчас мы их пересыпем вот сюда вот, в эту баночку. Они пока там на дне полежат. А потом и это. А потом будут плести паутину. Сейчас я их пересыплю. Кстати, вот как здесь поживают паучки. Здесь уже каждый, наверное, линьки второй, третий. Они там даже, вон, муравья съели. Вон. И сейчас мы пересыпем. Вот этих вот к этим. Ну все, ребят, вот и пересыпал. Многие на паутину зацепились. Ну ладно, тогда будем кормить вот этих вот паучков. Это вот эти вот все здесь пока паучата стеодот. А я вот вообще коконов еще у этих не, у Тигнария не получал. Так, давайте покормим вот этого вот паучка. Понаплел. Наверное, нужно, чтобы поесть-то ему хватит паутины. Не похуже. Ребята, знаете, как тут сделал очень хитро один зоофобус? Вот, короче, я вот этого вот зоофобуса посадил сюда в паутину. Ну, он, конечно, паук не вылез, но я надеялся, что он ночью вылезет и подберет его. А он просто взял и полинял. Сам он там где-то вот на дне ползает. А его сколько в паутине. Очень хитрый зоофобус. Так. Ну, этот что-то есть, поесть не захотел. Тогда попробуем. Сейчас я открою вот этих вот и попробуем их покормить. Вот, я уже их открыл. Кстати, вот этот вот паучок, он сделал себе ныночку такую вот из паутины. Смотрите. И вон там он сейчас сидит. У меня, конечно, проблема есть с кормом для маленьких, потому что не все у меня. Потому что там вот такие вот есть. Довольно большие. Давайте, наверное, первым вот это вот покормим. Полинял бы вот этот вот скорее. Вообще, маленькие пауки, они быстро растут. То есть, возможно, через месяц он уже будет, ну, сколько? Сантиметров пять. Сейчас он пока три. Так. Ну. Так. Сейчас. Дадим. Вот этому вот пауку. Тоже так, ребят. Я никак не могу отобрать. Все большие какие-то. Так. Вот такого вот попробуем дать. Этот вот паучок поменьше вот этого вот. Вполне может быть логично то, что он сейчас не поест, так как он, у него брюшка и так довольно толстенькая. То есть, он сытый. Ладно. Не поест, не поест. У нас вот здесь вот снова похудел, потому что снова кокон сплела. Ребят, если у вас вот постоянно коконы у стеодот, не удивляйтесь. Это обычное явление у меня. Я уже этому не удивляюсь. Куда я малышей одеваю, если вам интересно, то они у меня подрастают. А потом, когда они подрастут, я отбираю каких-нибудь самых больших и выращиваю. Остальных отпускаю. Ну вот, вроде заинтересовала это поест сейчас. Она сначала попробовала укусить его, но зоофобус извернулся. Что придется тебе его заматывать. Тегенариевым способом тебе не получилось. Так, кто дальше у нас? Так, у этого мало паутины еще. А у этого нормально, в принципе. Сейчас у этих стянует угроз. Ну, это что-то есть. Не захотел, походу. Так, это Кирокантиум. А здесь у нас кто? Так, а здесь у нас тянует угроза черная, которая есть, я думаю, не хочет. Вот здесь. Так, ну, у нас мы можем попробовать еще вот этого паука покормить. Так как, я не знаю, по-моему, у него паутины мало. Ладно, пробуем. Так, куда тебе кинуть-то? Паутины нет. Вон паук, вон. Отказывается он действ, походу. Ну, ладно, так. Отводим итоги. Кто у нас поел? У этого, этот нет. Этот ест. Этот нет тоже. А этот тоже ест. Ой, этот не поел. Давайте-ка попробуем еще раз, потому что, по-моему, он голодненький. Надо уже в видео это закругляться, тоже 12 минут уже. Не хочет, значит, не хочет. Не хочет, значит, есть, да? Ладно, этот тоже не поел, а этому, я думаю, предлагать не надо, потому что у него паутины совсем нет. Ну, ладно, тогда всем спасибо за просмотр, вы были на канале спайдер-тв, и всем пока.